Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Детектив Игорь Лукин возвращался домой и неожиданно услышал визг тормозов и женский крик. Детектив Игорь Лукин. Я не понимаю, как я ее могла сбить. Меня посадят. Полиция разберется. Вы звоните, звоните. Алло, я сбила человека. И выбежала она вроде бы неожиданно. На следующий день Лукин рассказал помощникам о вчерашнем происшествии, свидетелем которого он стал. Вот. А эта потерпевшая Марина Кузнецова в больнице. Вот такой финал. Добрый день. Могу я видеть, Игорь Петрович? Здравствуйте. Это я вас слушаю. Меня зовут Леонид Юрьевич Рисов. Вы вчера стали свидетелем аварии. Пострадавшая моя дочь. Я не могу так все оставить. А вдруг ей все с рук сойдет? Так, пожалуйста, успокойтесь. Присядьте. Присядьте. Чай хотите? Нет, нет, нет. Спасибо. Это Филимонову утверждает, что она ни в чем не виновата. По ее словам, Марина будто сама под колеса бросилась. Ну, мне она тоже самое сказала. Ну, вы же понимаете, что это бред? Марина не могла так сделать. Она не могла сама же под колеса-то броситься. А что говорит сама Марина? Она без сознания. В реанимации лежит. Мне нельзя больше время терять. Пока Марина в больнице лежит, эта Филимонова может всех убедить, что она ни в чем не виновата. Так, вы присядьте. Вы присядьте, успокойтесь. Я вас уверяю, полиция во всем разберется. Скажите, а Марина, она кем работает? На маникюрши она в салоне работает. Но иногда на дом к клиентам выезжает. Вот вчера как раз она вечером и от клиентки возвращалась. Я вас очень прошу, разберитесь, а. Вот ее блокнот. Может, вам пригодится. Скажите, у Марины есть подруги такие близкие, которые хорошо знают? Ну, как же. Юля Пахомова. Ну, там номер-то есть. Ну, я пойду. Мне к Марине в больницу надо. Да-да, вы не волнуйтесь. Мы постараемся разобраться. Спасибо. Я надеюсь, спасибо вам большое. Спасибо. Я, конечно, понимаю чувства отца, но что, если Филимонова говорила правду? Ну, может быть, Марина с кем-то поругалась, на эмоциях выбежала на дорогу, но и автомобиль не заметила. Подождите. За полчаса до аварии Марина была у клиентки, Самойловой Светланы. Она как раз от нее возвращалась. Ну, вот свяжитесь с этой Светланой. А я поговорю с Еленой Филимоновой. Вы поймите, я не отрицаю свою вину. Но произошло все как-то очень странно. Я все хорошо помню. Я еду, и вдруг откуда-то справа она вылетает. Секундочку. Она не выбежала. Ее как будто толкнули. Точно, ее кто-то толкнул. Ну, если вы говорите правду, то дело принимает совсем другой оборот. Это уже похоже на попытку убийства. И в деле может появиться третий фигурант. Ну, именно так все и было. Вы же сами вчера все видели. К сожалению, самого момента столкновения я не видел. И других свидетелей этому тоже нет. Ну, не расстраивайтесь, Елена Николаевна. Будем на связи. Хорошо? Тем временем помощники приехали к Светлане Самойловой, последней клиентке пострадавшей. К вам есть пару вопросов, если вы не против. Хм, ну надо же. Ко мне еще никогда не приходили частные детективы. А что случилось? А вы вызывали маникюршу? Маникюршу? Вызывала. А что в этом такого? Дело в том, что... Дело в том, что когда Марина от вас возвращалась, ее сбила машина. Машина? Марина жива вообще? Да, она жива, но без сознания. Женщина, которая была за рулем, утверждает, что Марину под колеса столкнули. Скажите, вы не заметили ничего странного в общении с Мариной? Может быть, она волновалась или при вас ей кто-то звонил? Да нет, ничего такого не было. Сделала мне маникюр и ушла. Никто ей не звонил. Совершенно спокойно была. Я даже не знаю, что вам ответить. Извините. Хорошо, спасибо. Чем могла. Если вдруг что-то важное вспомните, позвоните мне, хорошо? А, кстати, вы замужем? Егор! Пока помощники беседовали со Светланой, Лукин встретился с Юлией Пахомовой, лучшей подругой Марины. Хоть бы она поправилась, я так за нее переживаю. Мы ведь с детства дружим. Я, она, наш муж, я. Мы все одноклассники. В школе вместе учились. Подождите, а у Марины есть муж? А мне Леонид Юрьевич, отец Марина, ничего об этом не говорил. А он ушел от Марины месяц назад. А они развелись? А они как расстались? Со скандалом или спокойно? Вы хотите сказать, что Рома... Не, вряд ли. А вот Оксана... Вчера утром такое было. Ей Оксанка угрожала. Как же я сразу не догадалась. А кто такая Оксана? Разлучница она. Это к ней Ромка ушел. Заведующий детским садом. Мы вчера с Мариной мимо детского садика шли и встретили ее. Как достичь семейного счастья? Увела чужого мужа и учит людей, как семейного счастья достичь. Молодец. Знаешь что? На чужом несчастье ты счастье не построишь. Он от тебя уйдет так же, как от меня ушел когда-то. Потише, пожалуйста. Могут услышать дети. Все прекрасно. Пусть все слушают, пусть все знают. Ваша заведующая уводит чужих мужей. Довольна? А вот за это ты мне еще ответишь. Вот Оксана и ответила. Это она могла толкнуть. Но даже если они поссорились, это не значит, что она сразу же стала притворять в жизнь свои угрозы. А как ее зовут вы говорите? Кононенко Оксана Ивановна. Работает в детском садике на улице Звездная. Зайка, я дома. Оля пришел. У тебя гость? Честный детектив Лукин Игорь Петрович. Здравствуйте. Тут такое случилось. Марину машина сбила. Она в больнице лежит. Марину Лисову? А что случилось? Она что, дорогу неправильно переходила? Да нет. Говорят, что Марину под машину толкнули. Она без сознания ничего пока сказать не может. Я, пожалуй, пойду. Вы, наверное, устали с дороги. Да, извините. Я только что из командировки вернулся. В Казань летал. Коля работает в фирме по производству спортивной одежды. Ну, Юля, спасибо вам за чай. Я пойду. Провожать меня не надо. Через час Аня встретилась с Оксаной Кононенко. Здравствуйте. Оксана Ивановна? Да. Вы по какому вопросу хотите устроить ребенка? Нет. Дело в том, что я помощница частного детектива. Меня зовут Анна. Я бы хотела поговорить с вами о Марине Кузнецовой. И о чем вы хотите поговорить? Ну, нам стало известно, что между вами произошел конфликт. И вчера вы даже угрожали. Девушка, это вас все не касается. Это моя личная жизнь. До свидания. Вы меня, конечно, извините. Но это было вашей личной жизнью до тех пор, пока Марина не попала под машину. Под какую машину? Вчера от вас в адрес Марины Кузнецовой поступила угроза. А вечером случилось несчастье. Ее кто-то толкнул под машину. Вам не кажется это странным? Да, мы поссорились. Но Марина потом пришла ко мне и сказала, что она все поняла, осознала. И что больше не будет нам мешать. А сколько она к вам приходила? В два часа. И вы помирились? Да, помирились. Это, конечно, все ужасно. Марина жива? Да, жива. Она сейчас в больнице. Ой, какая прелесть. А я как раз такой хотела. Можно мне веточку? Ну, да, конечно, я сейчас вам принесу стаканчик. Спасибо. Слова заведующей показались Ане неискренними. И она решила установить за ней наблюдение. Держите. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Елена Филимонова на машине сбила маникюршу Марину Кузнецову. Отец пострадавший просит детективов разобраться. Ситуация осложняет то, что Марина без сознания. Детективам стало известно, что от Марины ушел муж к заведующей детским садом Оксане Кононенко. Они установили за ней наблюдение. О, привет юным натуралистам. А где цветок-то? Да я его выкинула. Слушай, ну все-таки Оксана мне пыталась соврать, что вчера к ней приходила Марина, и они якобы с ней помирились. Что-то я в это слабо верю. Сейчас посмотрим. Ну, конечно. Оксана сказала, что Марина к ней приходила в два часа, но в два часа у Марина была клиентка. О, смотри, она кому-то звонит. Ром, они все узнали. Какой ужас, я не знаю, что мне делать. Ну, да меня с должности снимут как минимум. Надо что-то придумать. Приходи на наше место. Что? Нет, это не телефонный разговор. Давай. А Роман – это бывший муж Марина? Ну, да. О, смотри. Проследив за встречей Оксаны с Романом, помощники вернулись в офис. Ну, в общем, как это ни странно, Оксана никакого отношения к вчерашней аварии не имеет. А вчера вечером она была в школе на собрании у сына. Это может весь класс подтвердить. А я вот что подумал. А что, если эта ссора произошла не из-за личной жизни Марины, а из-за ее профессиональной деятельности, а? Очень даже может быть. Смотрите, что я нашла. В интернете есть женский форум, где обсуждают прическу, косметику. Так вот, на этом форуме есть тема отзывов о салоне, где работает Марина. И конкретно про маникюр. Так вот, Марину там очень ругают. И больше всего выступает некто под ником «Принцесса». Хм, «Принцесса». И чем же Марина не угодила этой особе? Да она просто брызжет ядом. И создает, кстати, очень серьезную антирекламу. Так, Аня, можно выяснить, кто скрывается под этим ником? Да я же все выяснила. Под ником «Принцесса» скрывается генералова Людмила Владимировна. И что интересно, она сидит под пятью разными никами и от разных имен обсуждает в Маринин салон. Маскарад какой-то. Вы вот что, вы найдите Юлю Пахову, подругу Марины. Может, она что-то про эту Людмилу-то знает? Юль, скажите, пожалуйста, были ли у Марины какие-нибудь конфликты на профессиональной почве? Не знаю, может быть, у нее были конкуренты или клиенты были недовольны ее работой? Да нет, вроде все нормально было. В интернете некая Людмила Генералова очень активно ругала Маринин салон. А, так вот вы о чем. Знаю ее от Людмилы. Марина открыла свой кабинет и взяла ее на работу. И сначала все шло хорошо, а потом уменьшился поток клиентов. А при чем тут Людмила? Ну вот, почти и все. Через две недели нужно будет прийти на коррекцию. Я постараюсь. Только приходить нужно регулярно. Это может быть вам накладно. Ну, если хотите, мы можем договориться с вами о скидке. А здесь действует система скидок? Это мой номер? Вы можете приходить ко мне домой. Буду делать подешевле. Только это между нами. Она переманивала клиентов. Когда Марина узнала, она сразу ее уволила. Ну, теперь понятно, почему эта принцесса так не по-королевски на нее взъелась. Ну да. Аня пришла домой к Людмиле под видом клиентки. Вам нарастить? Нет, необычный маникер. А кто к вам посоветовал ко мне обратиться? Подруга, она к вам приходила. Скажите, а вы только на дому работаете или в каком-нибудь салоне? Пока на дому. А раньше работала в салоне Марины Кузнецовой. Но я от нее ушла. Хозяйка, конечно, не хотела меня отпускать, но я все равно ушла. А она мне стала палки в колеса вставлять. Да что вы говорите, а что случилось? Я нашла шикарный салон. Хотела устроиться туда работать. А они обратились к Марине за рекомендациями. И она сказала, что я клиентов переманиваю. Она соврала, да? Ну, конечно, зачем мне их переманивать? Ей просто обидно, что от нее хорошие мастера уходят. Да, неприятная ситуация. Как бы она теперь вас во всем не обвинила? В чем не обвинила? А вы что, не знаете? Марина Кузнецова попала под машину. И поговаривают, что ее кто-то толкнул. Вот я теперь думаю, как бы полиция вас не запозозрила. Вы же с ней ругались. Слушайте, сейчас ко мне ее клиент придет по записи. Давайте мы с вами на другой день договоримся. Давайте. А можно вашу работу посмотреть? Пожалуйста, очень интересно. Ну, хорошо, только быстро. Реакция Людмилы насторожила Аню, и она решила ее проконтролировать. Вот, смотрите. Какая красота. Егор, я так хотела сделать маникюр за счет агентства, и не успела. Зато успела маникюршу до паники довести. Ну, это да. Алло, Виолетта? Это принцесса. Да. Удали, пожалуйста, всю тему про маникюрный салон. Да, всю. И как можно быстрее. Да. Я больше не буду ее везти. Алло, больница? Скажите, когда у вас приемные часы? Ты это слышала? В какую-то больницу она собралась, уж не к Марине ли? Спасибо. Похоже на то. Ну-ка, дай-ка. Смотри-ка, ее тема уже удалена. Интересно, она как будто заметает за собой следы. Ну, ничего, я успела сделать копию странички. Молодец. Игорь Петрович, срочно выезжайте в больницу, где лежит Марина. Хорошо. Людмила? Да. Я частный детектив. Я расследовал обстоятельства вчерашнего ДТП, в котором ваша знакомая пострадала. Какая знакомая? Как Марина Кузнецова. Вы же к ней в больницу идете. Да, а что? Ну, странно. Между вами был скандал серьезный. В интернете вы пытались испортить ей репутацию. А теперь вдруг решили в больнице навестись. Чего бы вдруг? Что вам от нее нужно? Помириться я с ней хочу. А вдруг она меня обвинит? Полиции мне еще для полного счастья не хватало. То есть вы хотите сказать, что не имеете отношения ко вчерашнему происшествию, да? А где вы были вчера в 7 вечера? Маникюр клиентки делала. С рисунком. Дайте-ка мне телефон вашей клиентки. Да. Да, вы аварийу все равно навестить не сможете. Она в реанимации, вам поговорить не удастся. Ну, в общем, наша местная принцесса, похоже, говорит правду. Вчера она действительно была у клиентки и во время аварии, но никак не могла оказаться на другом конце города. Теперь нам только остается ждать, пока Марина придет в себя и расскажет, что же на самом деле с ней произошло. А если Марину действительно толкнули под машину? Это вся ситуация преступника только на руку. Пока мы будем ждать, что она в себя придет, он соберет манатки и улетит куда-нибудь. Ну, насчет улетит, это вряд ли. Аэропорт закрыт. Подожди, как закрыт? Я же сегодня утром разговаривал с Николаем, и он мне точно сказал, что прилетел из Казани, из командировки. Ну, не знаю, в интернете пишут, что аэропорт закрыт. Ну, что же получается, Николай никуда не улетал? И жена, похоже, об этом не знает? Интересно. Ладно, Ань, пока здесь оставайся. Егор, поехали, поговорим с ним. Под колеса машины Елены Филимоновой попала Марина Кузнецова. Филимонова утверждает, что Марину под машину толкнули. Детективы узнали, что не так давно Марина уволила с работы Людмилу Генералову и подозревают, что между женщинами могла произойти ссора. А Коля на работе. А зачем он вам? Мы отхотели узнать, где он работает. Нужно с ним поговорить. Вы не волнуйтесь, ничего серьезного. В фирме спортивной одежды на Калужской. А я вот решила порядок в фотографиях навести. Вот, мы вместе в школе учились. Столько лет прошло. Вы смотрите, а я сейчас конфет принесу, будем чай пить. Игорь Петрович, слушайте, такая Светлана, ну, клиентка, от которой вчера вечером возвращалась Марина. Ну да. Ты уверен? Да, абсолютно. И вот эту вот куртку я у нее вчера видел в квартире. Алло, Анюта, ну-ка отправляйся к Светлане. Оказывается, они с Мариной учились в одной школе. Ну, поговори с ней, посмотри на ее реакцию. Ну, ты знаешь, что делать, давай. Юля, а вот эта кто? Это Самойлова. Она в параллельном классе училась. Вы что, с ней больше не общались? Нет, совершенно. Со школы не виделись. Мне кажется, вы как-то неохотно об этом говорите. Ну, она была первой красавицей в школе. И в нее влюблялись все парни. А ей нужен был только один. Коля. Ваш муж? Угу. Она все время к нему липла. И она своего добилась. Он бросил меня и начал встречаться с ней. Но потом вернулся ко мне, и мы поженились. Угу. Скажите, это ваша куртка? Это Колина. Это эксклюзивная модель. В магазинах таких еще нет. У него на работе был юбилей фирмы. И специально для сотрудников выпустили такие куртки. У Коля таких несколько. Угу. Для того, чтобы убедиться в своих подозрениях, детективы решили встретиться с Николаем. Да, хотелось бы кое-что уточнить. Да, я слушаю вас. Вы сегодня утром сказали, что прилетели из командировки. Так аэропорт наш закрыт уже два дня. Как? Вы знаете, на самом деле, я приехал с товарищем на машине. Я планировал прилететь на самолете, но когда услышал про задержку рейсов, то поехал с другом. А не позвонил Юлю и не спредупредил ее, чтобы она не волновалась. Вот и все. Это все, что вы хотели узнать? Да. Я пойду идти? Да, извините, что отвлеклась от работы. Все хорошо. До свидания. Ой. Егор подложил подслушивающее устройство. Алло, Игорь Петрович, я только что была у Светланы. Но когда я у нее спросила, были ли они знакомы с Мариной раньше, она сказала, что нет. Но потом я ей сообщила, что они учились в параллельных классах, на что она удивилась. Но сделала это очень наигранно. И еще, у нее на ногтях нет маникюра. Руки неухоженные. Понятно. Значит, и Светлана актриса никудышная. И с Николаем тоже актер неважный. Игорь Петрович, послушайте. Костя, привет, это я. Слушай, братан, у меня к тебе дело. Я тебя очень прошу, если кто-то тебя спросит, то скажи, что сегодня утром мы приехали с тобой из Казани на твоей машине. Хорошо? Я потом тебе все объясню, просто сделай, как я прошу. Спасибо, я надеюсь на тебя. О, дает. Решил за счет друга получить алиби. Но еще неизвестно, как себя друг поведет у следователя. Так, ему кто-то звонит. Да, Свет. Что? Кто приходил? Помощься детектива? Свет, хватит. Успокойся, Света. Не надо никуда ходить. Ты слышишь меня? Света! Света, Света, что ты делаешь? Да отпусти ты меня! Мне не нужны проблемы! Позвольте войти? Позвольте войти? А, у вас здесь встреча одноклассников, да? Это здесь теперь Казань находится. Значит, сюда вы от жены в командировки-то ездили, да? Я вас не понимаю. А что здесь непонятно-то? Жене вы сказали, что поехали в командировку, сами пришли к Светлане. А Светлана в это время вызвала себе маникюршу по объявлению. И надо же было такому случиться, что маникюрша оказалась Марина. Ваша одноклассница, а по совместительству лучшая подруга вашей жены. А? Знаете что? Меня в это все не впутывайте. Я ее не трогала. Он это сделал, он пусть отвечает. Ладно. Я все расскажу. Здравствуйте. Я Марина. Я вам буду делать маникюр. Я пораньше пришла. Надеюсь, ничего страшного. Так получилось просто, с чем мы договаривались. Нормально? Давайте, проходите мы туда. Ага. Хорошо. Светка. Самойлова. Резцова. Теперь уже кузнецала. Слушай, блин, как тебе син мира? Это мы сколько, получается, не виделись? Лет семь, да? А ты вся такая же. Нет, даже похорошела. Ты помнишь, в школе все мальчишки вообще за тобой бегали? Блин. Что такое? Притомствовать вообще. Ага. Светя, я в магазин поеду. Сажу. Коля. Ты же в Казань вроде уехал. Это у тебя командировка такая называется, что ли? Не понимаю. В тапочках домашних стоит. Обжился уже, значит, да? Молодцы. А давай уже без сына. Ты вообще молчи. Бедная Юлька. Ужас-то какой. Она меня жалела, что от меня муж ушел, а у самой вон еще. От хороших жен мужья не уходят. Да что ты говоришь? Это хорошие мужья, от жен не уходят. Ясно? Марина, Марина, постой. Марина, погоди. Я побежал за ней. Было очень темно. Я боялся, что она все расскажет. Она снова начала кричать. И тут выскочила машина. И я толкнул ее. Света? Что здесь происходит? Юля, Юленька. Юля, я все тебе расскажу. Ну, как ты мог? Ну, вот. Рано или поздно все заканчивается. Вот и обман ваш закончился. Марина Кузнецова выздоровела. Николай находится в следственном изоляторе. Юля Пахомова подала на развод. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Детектив Лукин возвращался в офис после деловой встречи в районной администрации. Я уже позвонила мужу, все вопросы будете решать с ним. По наставе оттуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что тут у вас? Вот, смотрите. А, ну, вообще-то это мелочь. Вы не волнуйтесь, я все оплачу. Давайте только обойдемся без ГАИ, потому что иначе у Ксюши точно права отберут. Ну, за такое прав не лишают. Ну, в принципе, да. Первые десять раз не лишают. Вот если где-то на парковке хоть одна машина стоит, Ксюша обязательно ее поцарапает. Вот, возьмите, пожалуйста. Вячеслав Иванович Майоров, предприниматель. Да, совершенно верно. Вот он, моя визиточка. А, спасибо. Детектив? Да. Слушайте, ну, очень хорошо, что я вас встретил. А мы можем с вами где-то поговорить? А что случилось-то? Понимаете, дома из домашнего сейфа пропали деньги. Ну, полицию заявить. Я не могу. Потому что, кроме своих, дома никого не было. А, здесь на визитке есть адрес моего офиса. Подержайтесь, поговорим. Хорошо, спасибо. В тот же день Вячеслав Майоров приехал в офис детективного агентства. Так что, сейф был вскрыт? Если бы. Я сам вчера с утра забыл закрыть его, торопился. А на работе спохватился, через пару часов вернулся. Вроде все было в порядке. Так а когда же вы обнаружили недостачу? Сегодня утром я сдавал деньги бухгалтеру. И она при мне обнаружила, что не хватает пачки пятитысячных купюр. Да, приличная сумма. Ну, я из-за нее по миру не пойду. Но я же должен понимать, кто меня из родственников обворовывает в моем же доме. Вячеслав Майорович, скажите, а почему вы деньги фирмы держите в домашнем сейфе? Да не держу я. Просто у меня бухгалтер, она была на больничном. Она у меня заодно и кассир, потому что фирма-то небольшая. А вы постарайтесь вспомнить вчерашнее утро поподробнее, кто был дома? Ксения была. Ну, вы ее видели. Петя сын. Мы с ним вместе из дома вышли. Я его до университета подвез. Он у меня студент, первокурсник. Ксения осталась. Получается, что деньги взяла Ксения? Не обязательно. Пока сейф был открыт, приходил еще Олег Сотников. Он мой двоюродный брат и компаньон. У него есть свои ключи от квартиры. А этот Олег, он с вами что, живет постоянно? Нет, он временно жил полтора месяца, пока у него в квартире был ремонт. А сейчас он потихоньку вещи вывозит. А как вы узнали, что он к вам заходил в ваше отсутствие? Так я его застал, когда приезжал сейф закрывать. А к тому же у меня на двери камера. И я как раз заканчивал отсматривать видео с нее, когда мне Ксения позвонила. Ну что ж, камера, это хорошо. Значит, едем к вам. С записи начнем. Ну вот, проходите, смотрите. Там спальня, комната Пети. Тут гостиная, прямо мой кабинет. Хорошая квартира, большая. Ну да, места всем хватает. Скажите, а вот Олег, он где жил? Вон в комнате Пети, там еще кое-какие вещи остались. Вы не против, если мои помощники там камеру установят? Да пожалуйста, квартира в вашем распоряжении. Спасибо, ребята, здесь тоже на всякий случай поставьте. Понял. Ну показывайте, где ваш сейф. Пойдемте. Ну вот он, сейф. Собственно, его я и забыл закрыть. Оставил открытым. Ну, в общем-то, все понятно. Скажите, а вы на Ксении давно женат? Два года, вы присаживайтесь. Спасибо. Как вы понимаете, это не первый мой брак. Я понимаю. А мать Петра? Ну а что мама Петра? Жива, жива, здорова. Мы в свое время с ней так друг другу надоели, что разошлись вообще без скандала. Петька у нее жила лет до 12, а потом она замуж вышла, и он с чужим дядькой не поладил. Ну, переехал ко мне, а я лично только рад. Ну, а как же он отнесся к вашей женитьбе? Нормально. Она его не достает, он ее тоже. А к чему все эти вопросы? Нет, Петька тут вообще ни при чем. Он вместе со мной из дома ушел. Ну вот, посмотрите в видео с камеры перед входом. Вы сами все поймете. Хорошо. Тогда Ксении расскажите. Ну что, Ксения, вы сами ее видели, она красавица. Вот если бы ее только еще с машины на такси пересадить, цены бы ей не было. А проблема в чем? Безумно девушка любит водить. Правда, совершенно не умеет. Скажите, а чем Ксения по жизни занимается? Она учится в аспирантуре, пишет какую-то диссертацию. Даже так? И на какую интересную тему? Ну что-то по истории средних веков. Я, честно говоря, не вдавался в подробности. Но нет, Ксения не дура. Внешность бывает обманчивая. Ну что, справился? А то. Ну похоже, что сынок в основном мужские журналы читает. Ну а что есть удивительного? Восемнадцать лет все озабочены. Ты бы лучше вон, компьютер бы открыла. Да я вообще-то посмотрела, он запоролен. А ты бы лучше камеру установил, как Игорь Петрович просил. А что вы можете рассказать о своем брате? Олег Борисович Сотников. Дворовая кличка Сотник. Он в детстве всю округу вот так вот держал. Ну и мне доставалось. Я его на полгода младше. Так он что же, судим был? Да нет, что вы, это все подростковые дела. Ну сейчас все выросли, остепенились. Стали приличными людьми. Уверяю вас, далеко не все. Да, я согласен. Но коллегу это не относится. Он мой компаньон, заместитель. Только... Что только? Бросает меня Олег в самую трудную минуту. Это как? Выходит из дела. Долю свою мне в три дорога продает. В детективное агентство обратился Вячеслав Майоров. У него из домашнего сейфа были украдены деньги в сумме 500 тысяч рублей. Под подозрение детективов попали жена Вячеслава Ксения, а также его двоюродный брат и компаньон Олег Сотников. Ну давай посмотрим. И главное следи за временем. Хорошо. Так. 8.43. 9.52. У Ксении на все про все было больше часа. Так она вообще могла не знать, что сейф открыть? 10.23. А вы заметили, что Ксения и Сотников полчаса были в квартире вдвоем? 10.37. Ну все, достаточно. Ну что, Егор, что скажешь? Ну, запись ничего не добавляет к рассказу Майорова. Те же двое подозреваемых и в сейф могли влезть оба. А знаете, что я думаю? Брату-бизнесмену, красть у компаньона 500 тысяч рублей, как-то не солидно. Скорее, это похоже на жену-блондинку. Ну, вообще-то она не блондинка, она скорее шатенка. Игорь Петрович, Ксения типичная блондинка. И цвет волос не имеет никакого значения. Между прочим, она в аспирантуре учится и диссертацию пишет. Правда? Никогда бы не поверила. А это точно? А вот ты проверь. Собери материал на Ксению и на Сотникова. А мы с тобой давай выдвинемся поближе к месту действий. Хорошо. Через час детективы вернулись во двор дома Майоровых. Ну, что там? Все чисто. В смысле? В смысле? В квартире никого нет. Да, Ань, слушай. Ксения Владимировна Майорова в девичестве Трифонова. Перед законом чиста, как слеза комсомолки. Аспирант Государственного университета. Имеет несколько научных работ. Вообще продвинутая девчонка. За блондинку прошу прощения. Да ничего, она же тебя не слышала. Что там Сотников? А он на дважды проходил по делу о рейдерских захватах в 90-е годы. Ну, доказать его вину не удалось, так что судимости у него нет. Ну, сами понимаете, какое было время. Ну, молодец, все правильно. Давай подъезжай во двор Майорова. Здесь увидишь нашу машину. О, машина Ксении. Да. Паркуется дама своеобразно. Да уж. Сотников. Странно. Второй раз за несколько часов. Так у них свидание, Игорь Петрович. Я уверен, они любовники. Вместе деньги умыкнули. А почему тогда так мало? Нет, выводы делать рано. Давай, смотри, что там будет. Привет, Ксюша. Привет. Ты чего звонишь? У тебя ведь ключи есть. Увидел твою машину в дворе. Подумал, вдруг ты не одна. Как поживаешь? Нормально. Куда ты? Давай поговорим. О чем? Давно хотел тебя спросить. Ты молодая, красивая. Что ты в Славке-то нашла? Я люблю его. Не надо мне лапшу вешать. Люблю. Деньги ты его любишь. Так у меня скоро больше будет. А Славка сдуется, я тебе точно говорю. Я не хочу это слушать. Нет, стой. Ты чего, разницы не видишь? Кто я, а кто он? Он как был с усунком, так и остался. А я... Послушай, если ты не замолчишь, я расскажу все мужу, что ты мне уже месяц прохода не даешь. И что? Отстань! Ты тварь! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Давай туда. Игорь Лукин увидел, как сын Майорова, Петр, возвращался домой. Ты че тортачишься, дуренька? Отстань от меня! А, ты же не знаешь, такой настоящий мужик. Не трогай, отпусти! Сядь, не кричи! Стой! Ты чего раз звонился? Иван Иванович Капустин здесь живет? Нет здесь таких. А может, среди соседей такой есть? Слушай, вали отсюда, по-хорошему! Дай пройти. Ты че такой невежливый, а, дядя? Тебя что, в лоб давно не давали? Ты че, сопляк, возбухаешь? Так, ладно, ладно, спокойно. Ну, нет Капустина, значит, нет. Все, удачи, дядя. Привет, дядя Олег. Молодец, вовремя подъехала. Давай, садись, наблюдай. Хорошо. Ксения? Опять вы? Нам нужно поговорить. О чем? О вашей поцарапанной машине? Ну, почему же? Есть другие, более интересные темы для разговора. Пойдемте. Пойдемте ко мне в машину. Да, только в рядном условии. Пообещайте, что трогаться не будете. Хорошо. Опа. Вот так. Ну, что там? Судя по всему, события развиваются. Ты мне расскажешь, что я пропустила? Конечно. А что это? С Ксенией выбежала, меня чуть не столкнула. Что это она? Да кто их баб разберет? А, ну да. Это точно. Вы хотите сказать, что он подозревает меня в краже? Ну, зачем вы так сразу? Просто он мог бы спросить у меня напрямую. Неужели я давала ему повод для сомнений? Вячеслав Михайлович конкретно никого не подозревает. Поэтому я обратился не в полицию, а к частному детективу. Все равно я не понимаю этого. Вы лучше вспомните, что было в Шараутом. Сотников что делал в вашей квартире? Я не знаю. Я не выходила из своей комнаты. Он даже не знал, что я дома. А потом я тихо ушла. Я стараюсь с ним вообще не видеться. Чем-то гремел на кухне, чайник ставил. А когда уходила, слышала, что работал ксерокс. Ксерокс работал? Вы не ошибаетесь? Нет, я хорошо знаю этот звук. Он стоит в комнате у Петра. Я часто сама им пользуюсь. Интересно, что Сотников мог так долго копировать? Я понятия не имею. Ксения, скажите, вы готовы подать на Сотникова заявление в полицию по факту попытки изнасилования? Значит, вы все видели? Вы знаете, нет, я не хочу доводить дело до полиции. Муж мне этого не простит. Он очень любит брата. Было бы здорово, если бы просто его убрали куда-нибудь, чтобы не видеть и не слышать его. Ну, именно так я и хочу поступить. И все же, если вдруг понадобится. Согласна или нет? Согласна. Алло, Вячеслав Иванович, я хотел у вас кое-что спросить. Ну, по поводу документов, которые вы храните в своем сейфе. В сейфе? Ну, я там хранил уставные документы. Да, важные, конфиденциальные. Ну, а что с ними не так? Я проверял, я смотрел там. Все было в порядке, они все были на месте. Хорошо, я понял. В детективное агентство обратился Вячеслав Майоров. Из его домашнего сейфа была украдена крупная сумма денег. Под подозрением оказались домочадцы Майорова. Деньги все еще не найдены, но расследование выявило множество любопытных фактов. Ну, что тут? Да пока сами не понимаем. Петя все время кому-то звонит. Больше не дам. И не пугай меня полицией сегодня, ладно? Я сам несовершеннолетний. Все, давай, я перезвоню. Проблемы, племяш? Никаких проблем, дядя Олег. Чаю хочешь? Напил недавно. Мне тут со своими вещами разобраться надо. Как знаешь, дядя Олег. Узнаешь, Салабон, кто тут шишку держит. Петя, я ушел. Пока, дядя Олег. Ну, и мне пора. А нам что делать? Перемотайте на эпизод попытки изнасилования и ждите. Сделаем. Добрый день, Олег Борисович. Мы знакомы? Да долго ли познакомиться. Вот, Лукин, частный детектив. Ну, и что ты от меня хочешь, детектив? Пару вопросов задать по поводу содержимого вашей сумки. Ну, пошел ты куда подальше. Икорочку свою ложевую запихни. Сам знаешь куда. Олег Борисович, я бы пошел. Да только я вам должен кое-что показать. Вы посмотрите, а потом сами решите, будем продолжать разговор или нет. Ну, показывай. Только быстро. Пойдемте. Кричи, говорю! Что? Ксения готова обо всем мужу рассказать. Если надо, и заявление в полицию написать может. А может и не делать этого. Ладно. Уговорил. Чего хочешь? Ну, давай отойдем поговорим. Так я жду копии документов. Ну, а теперь рассказывай. Я за вещами зашел. В квартире не было никого. Заглянул в кабинет, увидел, что этот... Олух. Сейф оставил открыт. Всегда был придурком. Всегда был придурком. Просто подарок. Две минуты всего не хватило. А там ищи ветра в поле. Никто меня не видел. Ошибаешься. Ксения была дома и слышала, как ксерокс работает. Сейф забыл закрыть. Ну, вроде, слава богу, все на месте. Слушай, у нас сейчас переговоры. Поехали. Извини, Слав. У меня дела. Да какие дела? Поехали. Поехали. Я так понимаю, что деньги из сейфа ты не брал? А зачем светиться? Если бы дело выгорело, я бы в тысячи раз больше заработал. Я уже и покупатель на эти копии нашел. Вот брат тебе работу дал. С деньгами помог. Поддерживал вас все. Ну, за что, что вы так ненавидите-то, а? А за то. Кто он такой, чтобы мне помогать? Мне! Он раньше и пикнуть не смел. На цирлах передо мной ходил. А тут, на тебе, начальник нашелся. Сопляк. Ну, в общем, выбирай. Или я все рассказываю твоему брату, или ты в течение недели продаешь свою долю в бизнесе, забираешь деньги и тихонечко уезжаешь из города. Так что думал? Договорились? Договорились. Ну, что там нового? Вы вовремя смотрите. Алло, Оксана, это снова я. В общем, решай, сто тысяч или ничего. Вот и молодец. Все, значит, через час в парке. Там, где беседка. Давай. Ну, что, едем в парк. Там, правда, этих беседок как минимум три. Придется разделиться. А не проще проследить за Петей прямо от дома? Рискованно. Парень на нервах. Шарахается от каждой тени. Игор прав. Нужно ехать в парк и выбрать место, откуда лучше вести наблюдение. Поехали. Детективы заняли свои позиции в городском парке. Игорь Петрович, Петя здесь, возле моей беседки, ждет. Понял. Иду к тебе. Да не надо, не надо, не надо. Как хочешь. Вот тут. Да тут сто, как договаривались. Ладно, я пойду, а то отец скоро с работы возвращается. Интересно, за что же Оксане причитаются такие деньги, а? Петя мне должен. И сколько здесь? Сто тысяч. Называй полицию. Ладно, потом как-нибудь отдашь? Петя, откуда все-таки долг-то взялся, а? Она беременна, ребенок будет. Вот оно что. Ну, это легко проверить. Полицию будем вызывать? Не надо полицию. Петь, я не беременна. Я пошутила. Дайте пройти. Ну, не буду, молодой человек, спрашивать, как вас угораздило с ней связаться. Да как, как у однокурсника это выпили, я с ней, ну, того. У меня вообще с ней первый раз было. Окей, ну, цена девственности. Ну, ладно, похоже, девушка профессионалка, мы сами с ней разберемся. Ты мне лучше скажи, когда успел к отцу в сейф залезть? Вчера утром. Ну, я к нему зашел, хотел денег попросить, ну, потому что она звонила каждые полчаса, что-то кричала, истерики устраивала, обещала засудить, говорит, в 18 я не... Пап, привет. Ха, доброе утро. Ты готов? Через пять минут выходим. Слав, полотенце, пожалуйста, свежее принеси, я забыла. Сейчас принесу. А? Давай, ты собирайся, я тебя на улице подожду тогда. Давай. Давай. Остальные 400 тысяч где? На мороженое потратил? Да нет, что вы. Я обратно хотел тихонечко в сейф положить, все, не успел. Но я положу, честно, верну. Надеюсь, так и будет. Отцу сам все расскажешь? Да, да. Петр Майоров вернул деньги отцу. Олег Сотников переехал в другой город. Оксана Вяткина оказалась профессиональной мошенницей. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Проходите. Юрий Красков обратился в детективное агентство с просьбой найти его пропавшую невесту. Я все морги больницы обзвонил, друзей тоже, пока ничего. А полиция что говорит? В полицию у меня даже заявление не взяли, потому что мы с ней не расписаны. Только собирались заявление подавать, и вот ей, получается, никто. А ее родители? Они в Петербурге живут, я с ними не знаком. А как девушку зовут? Голицына Полина Сергеевна. Звучно. Графиня? Шучу. Живет на Вишневой, дом 3. Ей квартиру родители купили, чтобы она на юрфаке училась. Она сессию завалила и сейчас в академке. А когда она пропала? Вчера вечером она поехала в женскую консультацию и не вернулась. В женскую консультацию? Мы с ней ребенка ждем. Это был плановый осмотр, но она была на приеме, я уточнял. Алексей Насонов договорился о встрече со знакомым следователем Виктором Нечаем. Хорошо, поможем. Будем искать тело. В смысле тело? Оговорился. Будем надеяться, что ваше просто загуляло. Подожди, подожди, Григорьич, ну-ка давай колись. За последний месяц два женских трупа, которые делали аборт. Полина не собиралась? Да нет, вроде наоборот, ребенок желанный, хотя... Вот, разузнай. Думаешь, серия? Не дай бог. Найдены в разных концах города и по-разному убиты. Может, это просто совпадение? Ладно, я побежал. Созвонимся. Леночка, привет, это я. Ну, я все получила. Спасибо тебе огромное. С меня стакан семечек. Ну да, конечно, увидимся. Да, спасибо. Давай, целую, пока. Смотри, у меня новая информация. СМС-ки, которые Полина получала от Влада. Полина, я придумал, как заработать. Не уходи. У меня все получается. Бабла будет немерена. Погоди, выходить. Ты еще пожалеешь, тварь. Смотри-ка, начал угрожать. Видимо, понял, что свадьба неизбежна. Так, а кем у нас работает Влад, что бабла у него будет немерена? Так. О, нигде не работает. Либо работает в черную, либо решил банк ограбить. Вот за ним я понимаю, надо проследить. А чего ты не понимаешь? Я вот не понимаю, почему шеф велел поставить камеру у клиента. Ой, ну успокойся уже, что тебе трудно, что ли? Ну, почему ты вообще споришь с Алексеем Викторовичем? Ну, шеф что, подозревает клиента? Я не понимаю, ну это глупость какая-то. Ну, хорошо, а вспомни этого, как его? Кого? Андрея Кабанова, который организовал волонтеров на поиски своей жены. А потом оказалось, что он сам ее убил и расчленил. Ну, ладно, поставлю. Но только я уверен, что это не наш случай. Ладно, собирайся, я тебя подвезу до дома Влада, а сам клиенту. Можно? Да, проходите. Вы папа Нади Гореловой? Нет, я не папа. Мама, пошел в магазин, ключи забыл. И дверь захлопнулась. Простите. Кирилл, когда мы уже сменим этот замок? Сколько это может продолжаться? Сменим, мам, сменим. Простите. Итак, вы не папа Нади. А кто? А я частный детектив. Вот, моя фамилия Насонов. Детектив. Детектив. Не понимаю. Между прочим, даже ребенок не от себя. Ты откуда знаешь? Знаю. Вот когда родится ребенок, я нарочно сделаю тест на отцовство, чтобы тебе доказать. Да, это конечно. Если только твоя Полиночка найдется. А то ведь, небось, она сейчас другому козлу побогаче тебя, втюхивает, что беременна от него. Найдется, нет, детективов подключил. Детективов? Так ты тратишь мои деньги на мошенников? Я пойду пройдусь, иначе... Да-да, вот иди. Пройдись, проведрись. Да, Наташа. Как у тебя дела? Да вот, сижу как дурак. Матерки мозг выносит. Слушай, тут что-то странное. Короче говоря, Влад вышел из своей квартиры и пошел на квартиру, ну, где прописана какая-то пенсионерка Жукова. А Жукова не его бабушка? Нет. Но соседка сказала, что эта квартира сдается. Ну, и? Что, оттуда какие-то стоны слышны? Ну, там, правда, плохо, не разобрать, не слышно. Думаешь, Влад держит в квартире Полину? Вот я и не знаю, звоню посоветоваться. Ладно, я еду к тебе, все равно тут ловить нечего. Вы меня простите, но я не даю справок о том, с какими проблемами обращаются ко мне мои пациенты. Даже если это поможет. Врачебная тайна – это врачебная тайна. Жаль, но все равно спасибо, что уделили мне время. А чтобы у вас не было соблазна обратиться в регистратуру, Оксана, принеси мне, пожалуйста, карту Полины Голицыной. Ну, мне тут надо кое-что проверить. Да, спасибо. Ну, неужели вы могли подумать, что я вот… Знаете, я же смотрю иногда сериалы. Ох уж эти частные детективы. На все пойдут, чтобы добыть информацию. А я про врачей сериала смотрю. Только вот они там совсем другие. До свидания. До свидания. Кто там? Внук. Слушай, ну давай потом, я сейчас сплю. Мне сейчас надо. И вообще сейчас нафиг выгоню. Что такое-то, а? Эй, эй, куда, куда? Да я отдал долг твоей бабке, ты даже вперед заплатил. Где Полина? Какая Полина? Я посмотрела на кухню и ванну, ее нигде нет. Да кого вы ищете-то? Где Полина? Не знаю где. А что, сбежала? От Юрасика тоже сбежала? Где ты был вчера после семи вечера? Да пошел ты, ты вообще кто такой? Отвечай быстро. Частный детектив. Не знаю такой зверюшки. Не знаешь? Детективы это те, которые могут прикрыть твою порно-студию с малолетками. Видишь, на чем решил разбогатеть? Ну и как бизнес? Нормально? Какой бизнес-то? Это моя девушка. И она совершеннолетняя. Да? Эй, ты что, борзел? Отдай камеру. Эй, Данил, полегче. Ты что-то буйный какой-то сегодня. Зато будь знать, кто такие детективы. Прошу еще раз. Где ты был вчера после семи вечера? Юрий Красков просит детектива Алексея Насонова найти свою пропавшую невесту. Полина Голицына накануне вечером ушла в женскую консультацию и не вернулась. Насонов подключает к поискам следователя Виктора Нечая, от которого узнает, что уже две женщины, сделавшие аборт, были убиты за последний месяц. Алексей Викторович пытается выяснить, с какой проблемой Полина обращалась к гинекологу, но встречает неожиданный отпор. Тем временем помощники детектива выходят на след бывшего жениха Полины Владислава Суботина, который грозил девушке расправой за то, что она его бросила. Ну что, обменяемся информацией, что у вас? Да пока ничего интересного. Влад Суботин, бывший парень Полины, который ей угрожал, ну и которого она бросила, вчера с семи вечера до закрытия был в автосалоне. Я проверила камеру видеонаблюдения, все точно. Да, ну у меня тоже не густо, но кое-что я узнал. В общем, свидетельство о рождении Полина Голицына назначилась как Прасковья Горохова. То-то я удивился, уж больно звучное имя. Да, и еще. Я выяснил, что квартиру ей купил один женатый мужчина, а машину другой женатый товарищ. Ну, такая может быть где угодно. Долго искать будем. Что показало наблюдение за квартирой? Ну, мать Юрия, она категорически против этой свадьбы. Ну, получается, что правильно. Это интересно, что это материнское чете, или она не из правки новодела. Ладно, значит так, ты продолжаешь наблюдать за квартирой Наташи, а ты поговори с подругами Полины. Может быть, они знают, где она. Угу. Подождите, Григорьич, сейчас отвечу. Да. Леша. Полина нашлась. Давай присылай своего клиента и прямо в морг на опознание. Все, давай, я понял. Нашли тело Полины. Значит, тогда делаем так. Твое задание остается прежним, наблюдая за квартирой. Наташа, а ты выясни, у подруг Полины были ли у нее враги. Неважно, когда это было. В общем, все, что они знают. Вперед. Что такое? Что с камерой? Да, Юрий, слушаю. Алексей Викторович, да, я был в морге. Это Полинка. Ну, Юрий, примите соболезное. Мы продолжаем работать, чтобы убийца был наказан. Вы знаете, спасибо, не нужно. Вы нашли Полинку, а большего я не хочу. Алло, Юрий, вас плохо слышно. Вы что, не хотите, чтобы убийцу наказали? Алло, Юрий? Юрий, что у вас там, вода шумит? Алло. Да, ванну хочу принять. Ну, еще раз спасибо, до свидания. Как назло, ни одной запасной камеры. Да, Алексей Викторович. Данила, что происходит в квартире клиента? Я не знаю, сигнала нет. Так, быстро бросай все, поднимайся туда, звони в дверь, стучись в дверь. Если тебе не откроют, открывай сам, понял? Я еду к тебе. Ну что, МЧС вызывать? Уже не надо. Прошу. Что ж ты натворил-то, а? Быстро, скоро! Валентин Борисовна, может, еще чашечку? Да. Я дождусь вашего шефа, во сколько бы он ни пришел. Что на камере? Камеры нет. Что значит нет? Ты что, ее так не поставил? Я поставил, но ее кто-то снял. Что значит снял? Я тебя сохраню от работы. Совсем? Пока на неделю там посмотрим. Свободят. Ну, слава богу, дождалась. Я Валентина Борисовна Краскова, мама вашего клиента. Здравствуйте. Вот эту камеру я нашла в своей квартире. Можете быть уверены, на ней есть отпечатки пальцев вашего сотрудника. А я надеюсь, что сейчас спас жизнь вашему сыну. Перестаньте так глупо шутить, вам не удастся перевести разговор на другую тему. Да я не собираюсь. Он вены себе вскрыл, у него большая кровопотеря. Валентина Борисовна, я таблеточку сейчас. Где он? Он в первой городской больнице. Если хотите, я вас туда отойду. Спасибо. Я на машине. Я думаю, вам сейчас не надо садиться за руль. Вот, выпейте таблетку. Выпейте, выпейте, я подожду и подвезу вас. Он вернулся из морга весь черный. Я пыталась утешить его. Как? Показала результат генетической экспертизы, где Юрка не отец. Хотела, чтобы он не так переживал из-за смерти Полины. А откуда у вас генетический материал эмбриона? Вот и он спросил, откуда. А я сказала, что у меня свои методы. Да, он начал кричать, что я дала указание своим волкодавам, чтобы это они убили Полину и достали материал. Я знаю, что такой анализ очень опасен для жизни младенца. Теперь я понимаю, почему он отменил свой заказ. То есть он решил, что его мать убила его невесту. Попросил не искать убийцу и вскрыл вены. Господи, какая же я дура. Надо было сразу ему сказать, где я взяла этот чертов материал, а я залепила ему пощечину. А как вы его достали и что за волкодавы? Ты что, плохо камеру поставил? Так как обычно. Это я виновата. Дернула тебя с этим Владом. Да нет. Слушай, у нас только один выход. Нужно найти убийцу первыми. Как тебе это представляешь? Ну, для начала поговорим с Григорьевичем. Я подкараулю его возле работы, а там решим. Я подкупила врачиху. Оказывается, Полина сама настояла на пункции плаценты. Видимо, сомневалась, что ребенок от Юрки и точно не от него. И она решила сделать аборт. Но у меня уже тогда были результаты генетической экспертизы. А волкодавы? Я хозяйка частного охранного предприятия. А Юрка говорил, что мои охранники – это ребята, которым убить ничего не стоит. Когда он вам сказал, что обратился к детективам, вы проверяли квартиру на наличие жучков? Да. Я позвала своего спеца, и он нашел вашу камеру. Ну да. Значит, с Данилой я погорячился. Ну все, приехали. Наташа дождалась Виктора Григорьевича у следственного управления. Добрый день. Есть что-то новое по Полине? Алексей Викторович прислал? Я думал, сам приедет. Полина – жертва маньяка. Как маньяка? Вы же говорили, что почерк убийства у всех девушек разный. Первую выкинули из окна подъезда, вторую зарезали, а Полину задушили. Верно. Но маньяк редко меняет почерк убийства. В том-то и дело. Значит, раз вы говорите о серии, что-то объединяет эти три убийства? Во-первых, Полину нашли на той же заброшенной свалке, где вторую девушку. А на эту свалку можно попасть, минуя видеокамеры? Молодец. А во-вторых, все они делали аборт. И в-третьих, направление получали у одного и того же гинеколога – Светлана Васильевна Орешкина. Ничего себе! И какой же мотив у гинеколога? Согласен, странно. Ну, пока я ее допрошу как свидетеля. Ну, все. Шеф, привет. Спасибо. Данил, привет. Я тут узнала кое-что. В общем, у меня есть план. Слушай внимательно. Юрий Красков просит детектива Алексея Насонова найти свою пропавшую невесту. Полина Голицына накануне вечером ушла в женскую консультацию и не вернулась. Насонов подключает к поискам знакомого следователя и узнает, что уже две женщины, сделавшие аборт, были убиты за последний месяц. За некачественное выполнение задания детектив отстраняет от работы своего помощника. Чтобы реабилитироваться, Данила и Наташа пытаются сами выйти на преступника. Узнав у следователя, что все убитые женщины наблюдались у гинеколога Орешкиной, Наташа решает установить в ее кабинете скрытую камеру. На следующий день Наташа и Данила приступили к выполнению намеченного плана. Пришла сказать, что к Орешкиной здоровой очереди, так что быстро поставить камеру не удастся. То есть, ты еще не была в кабинете? Нет, но я же говорю очередь. Как интересно. А чью же картинку я принимаю? В смысле? Я думала, ты киношку в ожидании смотришь. Вот, смотри, что за кино. Ну хорошо, дайте мне какую-нибудь другую медсестру на время болезни. Ну пусть будет Танечка. Да. Хорошо, спасибо. Следующий. Странно. То есть, кто-то уже установил камеру в кабинете Орешкиной? Да. Причем не профессиональную, а дешевенькую. Какую мы хотели установить. Поэтому я и принял ее сигнал. Странно. Но если бы еще объектив был бы направлен на гинекологическое кресло, можно было бы подумать, что какой-нибудь извращенец. А тут камера ловит лица пациенток. А что если убийца установил эту камеру? Он узнает, кто именно получил направление на аборт. Этих женщин выслеживает и... Псих? Ну а кто? Да. Слушай, нужно вычислить его первыми, а то Алексей Викторович с Григорьевичем могут нас опередить. Ну, было бы неплохо, только как мы это сделаем? А давай поймаем на живца. Ты сможешь, ну, поставить помеху в какой-то момент на камеру? Да, могу, но для этого мне надо купить специальное приспособление. Давай, поехали в магазин, а я тебе по дороге план расскажу. Светлана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такая ситуация. В общем, у меня задержка две недели, и нужно срочно сделать мини-аборт. А нужно сделать обязательно завтра, потому что послезавтра мы уже с мужем уезжаем в свадебное путешествие. Сначала анализы. Да, анализы все есть, вот посмотрите. Ну, хорошо, посмотрим. Проходите за ширму. Фамилия? Русинова. Вы знаете, я только к мужу переехала, и вот ваша консультация перевелась. Порядок. О, а мне сделаешь? Сделаю. Быстро ты. За тобой не следили? Нет, не заметила. Я и знаю, что, если маньяк услышал, что я записалась на аборт на завтра, и он знает время, когда делают аборты, то не исключено, что уже завтра он будет караулить меня возле консультации. Слушай, давай отменим, как-то это все стремно. Ну, почему? Ты все будешь контролировать. Ну, как? Ну, что как? Я выйду из консультации, буду ловить частника. Потом маньяк меня подберет, и ты поедешь за нами. А если подъедет другой частник? Ну, другой не повезет за сто рублей в аэропорт. Ну, логично. Ну, а если шеф работы загрузит? Нет, не загрузит. Я ему сказала, что у меня проблемы со здоровьем, и мне нужно в женскую консультацию. Врать ты никогда не умела. Здрасте, в аэропорт за сто рублей. Нет? Ага, за сто рублей не повез. Здрасте, в аэропорт за сто рублей. Да? Так, ты смотри, клюнул. Так, спокойно. Родной, давай, заводись. Что такое-то? Бензин, что ли, паленый? Да чтоб тебя! Алло, полиция! Здравствуйте, объявите, пожалуйста, машину в розыск. В машине маньяк. Ехал от улицы Трикотажной до... Что? Да сам ты... Стой, 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 стой. Что делаешь-то? Сбрендил совсем, жить надоело, что ли? Мужик, мужик, подвези, пожалуйста. Я заплачу, пожалуйста. Пошел ты знаешь куда? Я тронуться не смогу сейчас. Штаны полные, идиот. Руки трясутся до сих пор. Мужик, я тебя очень прошу. Подвези, пожалуйста, мужик. Да пошел ты, я тебе сказал, знаешь куда? Идиот. Идиот. Почему мы остановились? Откройте дверь. Куда мы приехали? Стой, стрелять буду! А-а-а-а! Они все убийцы! Это ты суду будешь объяснять. Вперед! Они все убийцы! Наташа, ты как? Сейчас скорую вызову. Не, не, не надо, я в порядке. Кирилл Орешкин. Кирилл Орешкин. Это сын гинеколога Орешкиной, к которому Полина ходила. Год назад Кирилл пережил сильную личную драму. Девушку, которую он очень сильно любил, бросил его. Избавился от его ребенка. Кирилл так переживал, что матери пришлось его положить даже в психиатрический стационар. Его подлечили, внешне он выглядел нормальным, но... В общем, Кирилл решил, что если женщина делает аборт и убивает своего ребенка, она не имеет права жить. Ужас. Спасибо вам, я знаю, вы лично много сделали, чтобы его поймать. Я тоже вас сейчас отдельно поблагодарю, только Юрию проводим. До свидания. До свидания. Спасибо, скажите, что Григорьевич мне сообщил о вашем разговоре. Я сразу догадался, что вы что-то задумали. И не пресекли? Ну, а зачем? Хотел посмотреть, что у вас получится. И ведь почти получилось же, если бы не форс-мажор. А как вы оказались на свалке? А ты не поверишь, мы с Григорьевичем тоже догадались, что начинать поиски надо от гинеколога. А когда я увидел в биографии Кирилла психиатрический стационар, то решил за ним установить наблюдение. И нас видели? Конечно. Я же за вас отвечаю. Кирилл Орешкин был осужден на 20 лет лишения свободы. Гинеколог Светлана Орешкина уволилась из женской консультации и переехала в другой город. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Мама, англичанка заболела. Уроки отменили. Отдыхать надо, Снежаночка. Море, солнышко, песочек. Да, с удовольствием бы сейчас на море махнула. Ну? Как мне надоел этот салон. Сил моих больше нет. Вчера клиентка такой скандал устроила. То ей цвет лака не тот, то форма ногтей неправильная. Да брось ты. Возьми отпуск. Хватит корячиться. У меня есть друг в турагентстве работает. Скидочку тебе устроит. За здоровьем следить надо. Коля, где я деньги возьму? Вика через год школу заканчивает. Я тебе говорила, что сама она не поступит. Да когда это через год еще наступит? Дожить надо. О, Вика пришла. Много двойка принесла. Очень смешно. Я, между прочим, о матери о твоей беспокоюсь. Посмотри на нее. Она вся зеленая. А знаешь почему? Потому что ты плохо учишься. Коль, ну не надо. Кушать будешь? А это вообще не ваше дело. Вы здесь никто. Дерзкая какая. Пароли тебя мало. Вижу, что вас как раз не пороли. А зря. Вика, как ты разговариваешь со старшими? Извините, пожалуйста. Соплячка. Ты кому грубишь? Вот именно. Вы здесь никто. Кстати, а когда вы маме долг отдадите? Вика, иди к тебе в комнату. Это что такое? К помощнице частного детектива обратилась за помощью одноклассницы ее племянницы Вика Привалова. Моя мама очень доверчивый, непрактичный человек. Она привыкла, что за нее всегда все папа решал. А родители развелись? Нет. Папа разбился на машине три года назад. Маме пришлось работу искать. Хорошо, что она когда-то курсы заканчивала. У нее дипломов с этих курсов разных пачка целая. Хорошо, хоть один пригодился. Вика, я понимаю, тебе не нравится друг твоей матери. Но это же не повод обращаться к частному детективу. Да он ее обманет. Уже обманул. Занял 30 тысяч и не отдает. Значит, отдаст попозже. А если нет, твоя мама вполне может на него написать заявление в полицию. Конечно, напишет она. Она даже расписки с него не взяла. Она жизни не знает совсем. Вечно тут тарелки какие-то расписывает. То ауру себе чистит. В общем, закидоны у нее всегда были. Вика, ну пойми, я не могу уговорить нашего шефа, чтобы он занялся твоим делом. Делаться, собственно, никакого нет. А ваш шеф может хотя бы просто поговорить с моей мамой, пока этот дядя Коля из нее все деньги не вытянул? Ну помогите, пожалуйста. Ну ладно, хорошо, я попробую. А ты помнишь фамилию этого дяди Коля? Помню. Ну ладно, пойдем. Помощница рассказала Лукину о Вике и ее просьбе, предварительно заручившись поддержкой Егора. Ну что, Фистолов Николай Сергеевич был осужден на полтора года условно за мошенничество. Вот видите, значит, Вика была права. Да не надо раньше времени, ерунки-то навешивать. Вот он прописан в Тюменской области, в деревне Праубережная, разведенный, у него двое детей. И что, это преступление? Игорь Петрович, ну может вы поговорите с Приваловой? Да что вы вокруг меня столпились-то, а? Она взрослая женщина. И вдруг я, незнакомый человек, прихожу и говорю, не надо вам встречаться с Николаем, да? Потому что он был судим, потому что алименты не платят, да? Потому что живет не по месту прописки, а самое главное, вашей доченьке не нравится. Игорь Петрович, ну вы же сами говорили, что дьявол кроется в деталях. Давайте хотя бы просто за ним проследим, чтобы узнать, какой он человек. Да, и вывеску поменяем на брачное агентство. Игорь Петрович, ну мы хотя бы факты соберем. Ну хорошо, до четырех часов я должен отчитаться перед клиентом о расходах. Так что до вечера у вас есть время, чтобы собрать материал, который меня убедит заняться этим делом. Все, свободны. Спасибо. Ань, слушай, а Фистолов с ними живет? Нет, и домой он их к себе никогда не приглашал. Вика не знает, где он живет. Ну что, тогда я постараюсь выяснить, где он обитает, поговорю с соседями, ну все как обычно. Хорошо, а я тогда займусь подробностями его дела о мошенничестве. Посмотрим, что он за человек. Да, Ань. Егор, мне только что позвонила Вика, сказала, что Николай собирается выходить из дома. Смотри, вот там не проворонь. Ну да, я возле подъезда, типа в засаде сижу. Так, вот он идет, я за ним. Давай. Ну как, успехи? Да все хорошо, собираем компромат. Кстати, всплыла одна интересная деталь. Вам фамилия Гнездилин, никого не напоминает? Гнездилин? Веня Гнездилин? А этот пройдоха здесь каким боком? Именно он защищал Николая в суде два года назад. А его из адвокатов еще не выгнали? Значит, встретились два мошенника. Игорь Петрович, не надо навешивать ярлыки. Ну все, шутку оценил. Фактов недостаточно? Ну, у тебя еще есть два часа. Так как у меня проявился интерес, сейчас добавляю. Итого три часа. Хорошо. Наблюдение за Фистуловым привело помощника к зданию рабочего общежития. Да. Я выяснил. Николай живет в общаге на Добролюбово. Я его до комнаты проводил, дальше решил не соваться. Пока никого не опросил, дежурного на вахте нет, местных тоже пока не увидел. Угу. А, ты уже готов? Так я в окно глядел, Вениамин Борисович. Как вашу машину увидал, так сразу к вам. Молодец. Ладно, садись в машину, поехали. Алло, Ань, привет. Егор, что ты меня каждую минуту отвлекаешь? Ты узнал что-то важное? Да, узнал. В общем, похоже, Фистулов решил с общаги съехать. Его какой-то мужик на машине забрал. Тебя сейчас номера скинут. Ты можешь по базе пробить? Ладно, хорошо, сбрасывай. Ага. К детективам обратилась Вика Привалова. Мама Вики попала под влияние некоего Фистулова Николая. Лукин выяснил, что Николай был осужден условно за мошенничество и связан с адвокатом Гнездилиным. Я извиняюсь, а Коля Фистулов здесь живет? Здесь. Уехал он. А куда уехал, не знаете? Человекообразная обезьяна. Орангутанг. Спасибо. А что ты хотел? Куда уехал, не знаете? Он что, совсем из общаги съехал? Съехал. Куда он от бабы денется? Окучивает он ее. В смысле, он что, собрался жениться? Типа того. Есть у него определенный интерес. А какой интерес, не знаете? Сам у него спроси. Хочешь, здесь подожди. Вот. Скангварда еще есть. Да нет, я, наверное, почте зайду. Спасибо. Ну, как хочешь. Отчет отправил по почте. Не за что. Пожалуйста. Игорь Петрович, мне кажется, что Николай и Гнездилин задумали что-то ужасное. А из чего такие выводы? Мне только что позвонил Егор. Сказал, что Николай от общежития, где он живет, забрала какая-то иномарка. Я пробила номер машины, и оказалось, что автомобиль принадлежит Гнездилину. Ну, это пока ни о чем не говорит. Игорь Петрович, ну, сами подумайте. Зачем такому прожженному аферисту, как Гнездилин, понадобился его бывший подзащитный? Ну, а может, здесь как раз ситуация-то наоборот. Может, мать этой девочки, как ее? Снежана Привалова. Во, может, это Снежана. С кем-то судится, а Николай просто посоветовал знакомого адвоката. Не знаю. Вика мне ничего не говорила об этом. Ладно. Давай мне адрес этой Приваловой. Я с ней поговорю. Хорошо. Лукин представился знакомым, разыскивающим Николая Фистулова. А зачем вы говорите, вам Коля нужен? Так, у него ко мне вопросы какие-то были по работе. Мы с ним сто лет не виделись, а тут столкнулись случайно. Ну, как говорится, в самотохе адресами-то обменялись и про телефон забыли. А вы не знаете, зачем ему понравился адвокат-то? Нет, он мне про это ничего не говорил. А вы адвокат? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вот как жаль, что я ни с кем не собираюсь судиться. А то я бы вас наняла. Ну, знаете, как говорится, от тюрьмы, от тюрьмы не зарекайся. А то, что вам не надо ни с кем судиться, даже очень хорошо. Да я вообще никогда ни с кем не ссорюсь. Ну, если только со свекровью. Но с ней я уже несколько лет вообще не разговариваю. Да что так? Да она нас дочкой за людей не считает. Когда Паша был жив, ну, это мой муж, она все его пилила, что я ему не пара. Почему? Потому что он инженер, а я ведь шли без профессии. А два курса института это не считается. У них дом, машина, дача. А у меня мама инвалид и коммуналка. Понятно. Мисс Альянс выходит. Ну, да. А еще она считает, что я виновата в смерти Паши. А это как? Ну, в тот вечер мы поссорились, и он уехал. Потом уже совсем поздно стало, и я запереживала, стала ему звонить, он мне не отвечал. А потом мне позвонили из больницы и сказали, что он умер. Ну, он попал в автокатастрофу. И ваша свекровь считает, что эта ссора стала причиной автокатастрофы? Да, она на похоронах такой скандал устроила, так кричала, что никогда мне это не простит и так не оставит. Вы мне извините, я, наверное, Николая тоже не дождусь сегодня. Но недельки захочу обязательно. А сейчас мне просто нужно идти. Хорошо, я вас провожу. Игорь Петрович, я посмотрела базу по искам. В общем, в суд на Привалову никто не подавал. Значит, они точно что-то замышляют. Ну да, похоже на то. А Егор где? Да он собирался ехать в офис, но, как обычно, по дороге проголодался и зурглил в кафе. Пусть срочно возвращается к общежитию, караулит Николая. А от тебя мне нужен конкретный компромат на Фистулова. Ну, что-то можно найти, раз он сидел и к тому же общается с таким подонком, как Гнездили, наверняка что-то есть. Да я уже все нашла. Его судебные приставы преследуют за неуплату алиментов. Ну, отлично как раз то, что нужно. Ну что? Ну, в общем, он пришел полчаса назад, вроде в хорошем настроении. Ну, сейчас мы настроение испортим. Так, Игорь Петрович, вы же мне инструкции не дали. Как действовать-то? По обстоятельствам. Ну, делай, как я. Понял. Фистулов, ребята, вы кто? А мы, господин Фистулов, пришли проверить, не задержался ли ты на свободе. А я что? Что я сделал-то? Алименты не платишь. Алименты? Сейчас вот заработаю, проект один. И все, отдам, с процентами отдам. Проект у него слышал, да? А проект как называется? Мошеннические действия в отношении одинокой женщины, имеющей несовершеннолетнего ребенка. Условный срок ничему не научил, да? Ну, ничего, сейчас годика три получше. Ну, при чем тут это? Что я сделал-то? Чайку попить нельзя, как будто. Сразу условный срок. Это кто ж тебя надоумил-то? Веник не сделен. А ты его слушай больше. Он же продаст тебя, ты даже не заметишь, как. Да это он попросил меня за этой бабой поухаживать. Зачем? Не знаю. Вот. Документ на квартиру попросил отснять. Вениамин Борисович просил стереть, и я не стер. А фотографии, надо полагать, вы не сделены. И как давно? На прошлой неделе. Сфотографировал, но сразу отдал. А заказчик кто? Баба одна, упертая очень. И имени, фамилии не помню. Честно не помню, правда не помню. Ну ладно. А мне-то что делать? Сухари суши, Коля, а это завтра верну. В полицию звоним? С чем? Вот с этим что ли? И что мы там скажем? Да нет, придется самим с этой заказчицей разбираться. Знать бы еще кто она. Есть у меня одно предположение. Завтра этим и займемся. Аня, Егор. Ань, вот тебе адрес и фамилия человека из ГИБДД. Отправляйся, он тебя уже ждет. Хорошо, а что я должна у него выяснить? Значит, нужны подробности аварии, в которой погиб Павел Привалов. Да, еще попроси схему аварии. А ты отправляйся в ДЭС, нужно выяснить, не было ли каких-нибудь движений по квартире Привалова. Ну, что-то запрашивал, копию лесового счета, выпуск из домовой книги, ну или что-то еще. Хорошо сделаю. Все-таки думаете, что кто-то хочет у Снежаны квартиру отнять? Что же это за таинственная женщина? Я потом вам все объясню. А мне сейчас надо в больницу съездить. Вы что, заболели, Игорь Петрович? Да нет, просто там работает моя знакомая, а именно в эту больницу привезли труп Павла Привалова. Эй, парень! Это про него я говорил. Эй, паренек, давай в машину разговор есть. Да мне некогда, я вообще-то занят. Чем это ты, интересно, занят? К невинным людям домой ходишь и на раме пугаешь. К невинным людям? У этих невинных людей вообще-то алименты не уплачены, условный срок висит, и еще много чего интересного можно в биографии найти. Вот так вот. В машину, Игорь Петрович. Игорь Петрович, у меня тут проблема возникла. Я встретил этих двоих, ну, Колю и адвоката его, Гнездилина. Ну, ты убежал? Ну и молодец. Все, давай, подъезжай к офису. А, хорошо понял, еду в офис. Здравствуйте, Игорь Петрович. Рада вас видеть. Никогда не забуду, как вы мне тогда помогли. Да ну что, Надежда Гавриевна, а то теперь мне нужна ваша помощь. Игорь Петрович, посмотрела я в архиве документы по этому мужчине, Привалову. В общем, привезли того мужчину после аварии. Перелом, ЧМТ. А черепно-мозговая травма? Ну да, пульс слабый. А у нас врач, вторые сутки уже дежурил. Да перед этим еще в поликлинике прием вел. В общем, потеряли мужчину этого. В смысле потеряли? Ну, врач уснул, пока добудились, пока он соображал, ну и все. Это, конечно, преступная халатность, а может, судьба, что ли? А после всего этого был разбор этого случая? Нет, спустили на тормозах. Медсестру пожалели. Совсем она молоденькая, только после училища. Так она плакала. Впечатлительная казась. Потом вообще из медицины ушла. Так, а врач этот? Да он вообще, знаете, любил заворотник заложить. Я не знаю, я тогда не дежурила, но кое-кто говорил, что разбудить его именно поэтому не могли. Но это только слухи, а болтать, знаете, не мишки ворочать. А в котором часу привезли этого мужчину? Документом в пол первого ночи. Говорили, что он в пустую машину въехал. Машина сломалась, вот кто-то на обочине ее и бросил до утра. И откуда такие подробности? Я же говорю, такой скандал был на всю больницу. Понятно. К детективам обратилась Вика Привалова. Она попросила помочь избавить ее мать от поклонника Николая Фистулова. Он тянул деньги из семейного бюджета Приваловых и очень не нравился Вике. Детектив выяснил, что Николай действительно не случайно познакомился с матерью Вики, но он всего лишь марионетка в руках более крупного мошенника. Несмотря на просьбу детектива приехать в офис, помощник решил все-таки вернуться к Дезу. Ань, слушай, ну у меня, конечно, сегодня нескучный день был. Меня даже похитить пытались. Пришлось применить специальную тактику. Тактическое бегство? Не бегство, а отступление. Я же потом вернулся. Вернулся, да? Я же не сказал вовсе ехать. Игорь Петрович, ну не мог я просто так уйти. Хотя, конечно, мог и не ходить. В Дезе пообещали вызвать полицию, и мои вопросы не понравились. Мне кажется, что они в сговоре с Гнездилиным. Может быть, может быть. А может, просто выполняли свои должностные инструкции. Ладно, что там с аварией? Авария произошла на 23-м километре. Привалов ехал в сторону города. А сколько была авария? Ну, точного времени не указано. Примерно в 11 часов вечера. Ну-ка, найди мне адрес. Маргарита Приваловой, матери покойного Павла. Бабушке Вике, хорошо, я сейчас сделаю. СМС-ки мне скинь, я пока к Снежане заеду. Хорошо. Да, но на этом шоссе, в компании, где работал Павел, второй склад был. А Павел там часто бывал? Ну, не знаю. Он говорил, что там часто сигнализация срабатывает, а он же был инженер по эксплуатации, но вот ездил устранять неполадки. Снежан, у меня к вам будет не совсем обычная просьба. Вы не могли бы сегодня с Николаем не общаться? Причем тут Николай? Но я не хотел бы сейчас об этом говорить. Вы приходите, задаете мне вопросы, как-то так профессионально втерлись в доверие. Я уши развесила и все вам выложила. Ну, хорошо, Снежана, если вы настаиваете. Да, я настаиваю. Вот этот фотоаппарат вы при встрече можете отдать Николаю. Там сфотографированы документы на вашу квартиру. Я надеюсь, вы понимаете, что не я их сделал. Документов? Зачем? Не знаю. Но я думаю, сделали это не с добрыми намерениями. Да, еще два года назад Николай был судим за мошенничество. Еще его разыскивают судебные приставы. Вот что там из алиментов. У него есть ребенок? Он говорил, что у него нет детей. Двое, как минимум. Ну, и судя по сумме задолженности по алиментам, он о них давно забыл. Ой, вы меня просто убили. Вы же сами хотели знать правду. Ну, да, да. Так лучше, конечно. Ой, ну что же я такая доверчивая? Ну, вот одно слово. Дура. Ну, зачем так категорично-то? Конечно, не надо доверять первому встречному поперечному. Это же не конец. Вы такая милая женщина. Мы как по поводу Николая договорились? Что? А, да, да, конечно. Хорошо, я не буду с ним сегодня встречаться. Хорошо, давайте поговорим только быстро. Я вообще должна была сейчас уйти. Я не понимаю, что нужно частному детективу от меня. Сейчас объясню, Маргарита Васильевна. Скажите, вам знаком Гнездилин Вениамин Борисович? Вениамин Борисович? Нет, не знаком. Как вы сказали, Гнездилин? Угу. Нет. Он выдает себя за адвоката. Но, насколько мне известно, адвокатского статуса он давно лишен. Я не знаю такого человека. Да, но у меня есть сведения. Послушайте, какая вам разница, с кем я общаюсь? Это что, преступление? Подождите. Я пришел совсем по другому вопросу. Я был в больнице, где умер ваш сын. А мой сын умер не в больнице. Секундочку, секундочку. Я видел документы. Я был в ГИБДД, смотрел документы, касающиеся той самой аварии. Так вот, авария произошла в 23.00. Вашего сына потом доставили в больницу, а умер он в час ночи. Вы хотите сказать, что Павлик был жив, когда его привезли в больницу? Да, и у меня есть свидетель, сотрудник больницы. Ваш сын около часа был в приемном покое. Если бы ему вовремя оказали квалифицированную помощь, он бы еще мог жить. А его оставили умирать? Злого умства в этом не было. Просто так сложились обстоятельства. Хотя врач своей вины не отрицает. Гнездилина не остановите, вы так специально говорите, чтобы выгородить вот это вот. Повторяю, у меня есть свидетель. Я бы предоставил больше фактов, только времени у меня нет. Гнездилин хочет лишить жилья и вашу невестку, и вашу внучку. Я думаю, что делает это он по вашему заказу. Ну, я же... Я вас предупреждаю, если вы Гнездилина не остановите, пойдете как соучастницы, вот об этом подумайте. Хорошенько подумать. Подождите. Расскажите, как все это случилось с Павликом? Маргарита Васильевна, скажите, вашего сына часто вызывали на работу в неурочное время? Ну, бывало. Там какие-то сети, что-то срабатывало, но я не знаю. Так вот, авария случилась на трассе по направлению в город. Вероятно, ваш сын ехал со второго склада. Ну да, он там часто бывал. Но я была в таком горе, что даже не подумала. Вы поймите, плохие погодные условия водитель грузовика бросил машину на обочине. Дежурный врач устал от дежурства подработок, а его никак не могли разбудить. В общем, все сложилось не в пользу вашего сына. А я думала... А вы думали, что Павел поссорился с женой, и эта ссора стала причиной аварии. И вы решили невестке отомстить за смерть сына. Да. Ненависть застила мне глаза. Я чуть не умерла от этой ненависти. Я осталась совсем одна, ведь я жила только Павликом. Маргарита Васильевна, вы практичная женщина, а вашей невестке как раз не хватает практичности. Да и внучка на следующий год школу заканчивает. Они семья. Ваша семья, и вы им нужны. Вы думаете, они меня простят? Невестка и свекровь помирились. Вика готовится поступать в институт. Маргарита Васильевна помогает внучке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова